Приветствую вас, дорогие друзья! Многие садоводы спрашивают, как я не боюсь мышей при органическом земледелии. Ведь большое количество органики и мульчи на грядках провоцирует появление грузунов. Напомню, что на канале есть видео, как предотвратить и вывести мышей различными способами. Кому интересно, пройдите вверху по ссылке. Мыши на моем участке, конечно, есть, но с учетом того, что я не спугиваю вот таких помощников, они держат популяцию этих вредителей под контролем. Все соседские коты помогают мне в этом, за что им большое спасибо. Конечно, на кошек я тоже бывают ворчу, так как они, в свою очередь, бывают мне портят грядки. Но здесь, как говорится, из двух зол приходится выбирать наименьшее. Раньше у нас был вот такой помощник. Очень ласковый и добрый кот, кстати, пришел к нашему дому маленьким котенком и стал вполне благодарным котом, который ловил мышей справно. Но по старости и болезни он нас покинул. Я, кстати, тогда очень переживала и сказала, что кошек заводить больше не буду. Но очень их тяжело терять и прощаться. Через некоторое время мыши стали у нас появляться на огороде чаще. Соседские коты не всегда справлялись. И через год к нам на участок пришел вот такой котенок. Я долго сопротивлялась, но эти глаза сказали, что нам без него никак не справиться. Оказалось, что этот взгляд он отрабатывал на многих семьях, чтобы его взяли. Но многие его раскусили и не пустили жить к себе. А вот я по неопытности и доброте душевной повелась. Вырос настоящий хищник. Ни он, конечно, добрый кот. Правда, только тогда, когда ему это надо. Если пропустишь кормление, может и за ногу тяпнуть. Ну, в общем, так и живем. Позже в ветклинике нам сказали, что эта порода русская голубая. И они являются отличными крысловами. Я приятно удивилась. И правда, через некоторое время этот добытчик начал стабильно мне на кухню по утрам приносить синичек, ящериц, мышей. Обязательно ждет похвалы, когда принесет очередную живность. Пару раз в доме он терял свою добычу. Смотришь порой, а он так по сторонам странно оглядывается. Ну все, значит опять дома кого-то выпустил. Ходи, посматривай, чтобы в тапок кто-то не залез. Но это все мелочи. Порой даже забавные. Зато пока мне не приходится применять химию на огороде в борьбе с грызунами. А с учетом того, что я позволяю мышам обитать в компосте, они не повреждают мне плодовые деревья и кустарники. Конечно, я не сторонник мышей, не подумайте. Но так или иначе нам приходится адаптироваться с природой. И знаете такую пословицу? Святое место пусто не бывает. Я уверена, уничтожь я полностью мышей, хотя это вряд ли получится, придут другие вредители, которые возможно нанесут больший вред моему огороду. Дорогие друзья, ну а как вы боретесь с этими грызунами? Напишите в комментариях, возможно вы знаете гораздо действенный способ борьбы с этими шустрыми созданиями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось видео, делитесь с друзьями. Всего доброго и богатых вам урожаев! Субтитры подогнал «Симон»!